Игорь Александрович, вы прочитали, вы единственной из детских присутствующих, которые начали в таком, я бы сказал, распространенной газете. Да, статью нет, посвященную на канале съезда. Если вы не видели, она была такая, как вы любите говорить, провокативная статья, поэтому очень интересно воздушить вас. Пожалуйста. Ну, вы знаете, это старая стилистика, вы на встречу съезд брать, что-то, что-то. Да, вы знаете, уважаемые коллеги, я, честно говоря, немножко раскрою первым днем. Вот я скажу почему. Я прошел по сексу, ну, конечно, не внимательно, может быть, это про загрех идет, но что обсуждалось сегодня? Обсуждались вещи технического плана, инструментальные материалы, не много с разного экзамена, обсуждались вещи мониторинга качества, то есть обсуждались технологические вещи. Они, конечно, важны, но то ли специально, то ли уж как мы стали быть устроены, стали обходить сущности и коллеги вопроса вообще, зачем мы приходим в класс, цели, смысл, миссии истории сегодня. То есть вопросы содержания практически не звучали. Я надеюсь, что они прозвучат, но очень скоро, по крайней мере, на втором дне съезда. Это уже не к президенту вопросу, а к тем, кто приехал обсуждать. Между тем, ситуация, на мой взгляд, очень сложная и достаточно такая опасная. Ну, во-первых, о целях и о смыслах. Знаете, пять лет назад умер замечательный русский барит Владимир Николаевич Корнилов. Он войдет, да, на престомателе, через 30, знаете, по-кушински. Мы любите, умеем только мертвых. Честный был человек, печатающий на столе в 86-м году, и он в первом секрете было переведено на 26 языков мира, где он очень точно определил наше сегодняшнее состояние, оно не изменилось с 86-го года. Он писал, не готова к свободе по своей вине, ведь свобода в свободе не бывала при мне. Я не могу про правед, и не правед, не дед, не просил в ресторане, да, и подай, и видел, нет. Что такое свобода? Это кладезь у тех, и это забота о себе после всех. Неподеланное счастье сбросить зависть и спеть, распрямить душу настишь, а в чужую не лезть. Океана здесь года, в Гималавии труда, ведь она и свобода тяжелее куда. Я вызвал ее тоже столько долгих годов, назвал до боли, до дрожи, а пришла не готов. Это он-то не готов, который не брал никогда, и сидел, и, в общем, так далее. А мы здесь считали, что темница, рух, и свобода настроить до разного года. Но это написал мальчишек, очень молодой парень. Поэтому, если быть серьезной задачей истории, это, конечно, воспитание человека к свободе. И здесь вопрос не в еге, а в содержании, которое мы несем. И воспитание, прежде всего, конечно, равно половитое ответственность, потому что вызовы угрозы 21 века потребуют самоограничения, аскезы. Поэтому, если грамотно формулировать задачи истории, то это координировать свободу и ответственность личности. Ну, в такой стране, как наша, что же мешает этому? Вот мне много приходится ездить по всей стране, консультировать другие проблемы, больные дети, инклюзивное образование. Но я вижу, какие же трещины везде. По любым линиям. Национальным, конфессиональным, региональным. Ну, посмотрите, я нахожусь в Алтайском крае. Народ не Шукшина. Я уважаю Василию Майкару Шукшина. Еще в середине 70-х годов он написал программную статью. Народственность есть, правда. Но в школе, где учился он, мне с гордостью директор говорил, мы создали организацию юной шукшунята. Я говорю, слушай, давай создадим в Питере Ахманят в честь Ахматовой. И не дай бог, писателю Вакин станет классиком, даже страшно сказать, как это будет называться. И вот так везде, понимаете? Разрывы, разломы. И ведь кто, как ни историки, должны засыпать эти рвы. А мы, кстати, с помощью учебников, основанных на цивилизационном подходе, не больше, не меньше, как формируем культурный расизм. Говоря о несовместимости цивилизации, о так называемых вечных национальных чертах, замалчивая вопросами культуризма, об возможностях взаимного влияния, мы же сами раскачиваем все это все под эгидой патриотизма. С патриотизмом вообще замечательная история на всех происходит. У меня в руках не верит мне хрестоматия для третьего класса. Вот она в руках. Я вам сейчас зачитаю. Третий класс. Конечно, любовь к отечественным гробам это вещь замечательная. Родом и Григорьев. Это, естественно, Илья Муромец. Я читаю, потом может подойти. Победил средобор богатырей, пошел с женой в шатер прохлаждать и ся, в разные забавы занимать и ся. Тут богатырь спать зашел, а красавица жена его богатырская пошла более по чисту полю, и высмотрела Илью в сыром дугу. Говорит вам таковые слова, ай же ты далётый добрый молодец. Сойди, это сыра дуба. Сойди, любовь со мной сотвори. Третий класс. Буде не... Да. Буде не послушайся, распознать святогора в батарея и скажу ему, что ты насильно меня в грех пил. Нечего делать, Илья. С бабой не сговорить, а святогором не славить. Слеснул с того сыра дуба и сделал дело помиленное. Предлагаю проект в картинках, пусть я всё это рисую. Взяла его красавица богатырская жена, посадила к мужу в глубок карман. Ну, проснулся святогор, вытащил меня в город, садачи, с кармана, и стал его спрашивать, как он есть, и как попал к нему в глубок карман. Илья ему сказал, всё по правде и поистине. Тогда святогор жену свою богатырскую убил, а с лёй поменялся крестом и назвал его «беньшим братом». Я предполагаю рекомендовать для семейного чтения, но когда дети уже спят, что муж читал жене для профилактики отюльтера, что очень крепит в семье и косвенно повлияет на нравское воспитание, патриотическое воспитание наших детей. Но шутки в сторону. Замечательный русский философ Соловьёв писал, что каждая нация проходит четыре ступени. Нация, народ, самосознание, мировое ступени, самодовольство, третье – самолюбование и четвёртое – самовыгружение. Мы до самолюбования уже добрались. Может быть, хватит? И в этой ситуации я глубоко убеждён, что миссия историки сегодня очень серьёзная. Стране нужна мощнейшая педагогическая терапия. Её не заменишь никакими мифами. А мифов всё больше и больше. Потому что мы уходим от ручных вопросов. Мы дрессируем детей для егей для аттестации. И лакуны вот эти заполняются чудовищными. Мы вдруг узнаём о том, что победа Великой Отечественной войны была предсказана Святой Матроной Сталином в частной беседе. Что главной причиной победы в Московской битве было то, что Сталин только на дорогу поставить и полный самолёт в Казарской божьей матери. И всё это облетело. И вот эта чушь сегодня заполняет такая гламурно-патриотическая те лакуны, которые мы оставляем, потому что мы заняты дрессурой детей и мониторингом качества и многим другим вещами. Может быть, опомнимся? АПЛОДИСМЕНТЫ Я своих датчиков не называя бедных авторов учебник, следующее уважаемые люди. Они не виноваты. Я посмотрел послания сегодняшние и многие другие вещи. Я не понимаю, что такое государство цивилизация. Как может цивилизация стать из одного государства? Если мы прячем православное, то что общее между Румынией и православной, Грузией и Россией? Понимаете, у меня ощущение, что вот это все картонные стены, которые мы ставим для того, чтобы доказать свою вот эту самую остаточность. Это изоляционистская база. И сегодня, кстати говоря, звучала идея, давайте берём всеобщую историю, потому что детям времени не хватает всё это вытрессировать. Я должен сказать, что это не единственная вещь. Я глубоко убеждён, что мы должны наконец-то начать честно работать. Это не значит, что только на чёрном воспитывать. Ну и врать-то нечего. Вот мне пришлось не так давно работать с чеченскими учителями. Это ведь очень тяжёлая история. Мы знаем психологи, что нельзя на их материале. Я говорил о проблеме эгоизма боли. На польском материале. Вот что-то и на еврейском. Что такое главная боль для евреев? Это холохост, естественно. И когда часть евреев освободили советские войска, Красная Армия, под лозунгом интернационализма, они ведь евреи пошли работать в польские спецслужбы. А что такое трагедия больше? Это советское закрабление. Вот так столкнулись две боли. Что прокатилось с еврейскими подромами, я чеченцам объясняю. С 46-47 годов поляки нашли в себе мужество последние 4 года это обсуждать. Для нас это тоже актуально. Если мы будем до сих пор говорить, чем более больнее, мы будем продолжать разрывать эти раны, которые есть. Для меня нормально, когда русские боли скажут, я понимаю хорошо чеченец, который блестяще сражался в Брестской Препости, а потом вернулся и вернулся в дело в себе. Но для меня также нормально, когда чеченские боли скажут, а русские не меньше пострадали от эпрессии, от критеризации и говорящие более больнее, здесь нет ни одной нации, в случае эти туры, которая не имела бы историческую страну Грузии. Но если идет такой честный разговор, тогда да, мы будем разговаривать. Если такого разговора нет, будет ситуация, которая обозначена высотскому песню, написанную за год до смерти и с полной грозным воспоминанием только по тревожу и сразу крик на память Краун, чеченцы режут немцев из положения для скопителя город Бурнау. Огромная иллюзия. У меня ощущение, что в нашей лете есть эта иллюзия, что можно провести модернизацию, взяв западные технологии, сохраняя рабство в экономике и политике. Так не бывает. Так не бывает. В этой связи, конечно, одной из главных тормозящих вещей является концентрическое изучение истории. Это было понятно с самого начала. В российском образовании есть манера наступать надежи грабли. Впервые концентрическое изучение истории было введено в Россию в 1894 году. Министерство образования царской России хватило три года, чтобы понять, что это ерунда. Нам не хватает многих лет. И как это может быть, как можно всю российскую... как можно изучить всю историю от Адама до Пацдама, от обезьяны до Путина за пять лет, а потом делать вид, что мы что-то углубляли. На какой такой методологической базе? Я уже говорю, что цивилизационный подход при некоторых верных наблюдениях очень опасен. Это культурный расстин. А он доминирует во всех наших учебниках. Поэтому есть сущности их иные проблемы. Меня очень расстроило, что мы сегодня, знаете, в ту же рабство... Ведь то, что происходило сегодня, я никого не хочу упрекать. Но надо же проснуться и понять, что отодвигать от себя эти вопросы, обсуждать чистую технологию, как дать подготовку к ГЭТу и все, это все-таки умственная, нравственная лень, рудимент рабской психологии. И так история не преподает. Тем не менее, я глубоко убежден, что мне много приходит въезд в стране очень много ярких, талантливых, умных людей. Пока они, как вам сказать, вот, когда-то Лев Николаевич Толстой написал, замечательно, у него еще замечательно написал, я глупостей сказал, но он сказал так, что хороших людей больше, но плохих лучше организовывают. Мне бы хотелось, в том числе и главе съезда, чтобы хорошие люди тоже научились организовываться. Тогда с ним нельзя делать все, что угодно. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо, Игорь Александрович. Вы знаете, в общем, это такой ключевой вопрос нашей с вами деятельности. Конечно, был соблазн, вот, когда мы вызвали собраться в втором съезде, обсуждать конкретные исторические вопросы, модальные проблемы. Но это требует, это другой жанр, другой формы. Я думаю, например, что вот у нас есть секция по стандартам. Делайте секции. Я думаю, большое достижение, что стандарт новый ушел от содержательных инструкций. вот, Коэль Александрович, вы сказали насчет нашего свободы и правила. Это ключевой, конечно, вопрос, но это вопрос личностный. Я думаю, что присутствующие здесь и все учительства, истории, стране, они свободны в большой мере от каких-то навязывающих концепций дискуссий. В сущности, вот я у нас в институте, мы экспертизу у нас проходили в Академии в двух институтах. Отечественная история в институте, Российская история, всеобщая история у нас в институте. Я буду рассказать, что учебник, это же не только вам. Вот есть стандарты, я не говорю про среду, есть стандарты по высшей школе. И вот Елена Леонидовна меня не обидится, на меня, если я скажу, она не занимается высшей школой, а замминистра ушел, так что не страшно. Я вам скажу, что я не видел ни одного профессора высшей школы, который бы вышел и читал лекции по стандартам, которые существуют, они существуют для того, чтобы ввести некое рамки и некое тематическое единое образование. А все остальное это вы. Это вы и мы. Это учитель с гражданской позицией, это учитель со своим пониманием дела. Учебник дает ему направление, совершенно верно, но сегодня это далеко не все. Поэтому обсуждение этого вопроса я хочу на завтра, когда мы будем обсуждать по итогам секции, предложить целую систему, чтобы мы могли учителя, но это не может быть 300 человек, чтобы мы собирались по кустам, по регионам или по отдельным городам и обсуждали уже сущностные вопросы. То, что вы сказали, этот учебник, это хрестоматия для третьего класса, ну, это, в общем, аномалия, совершенно очевидно. Но у нас масса с вами вопросов, по которым нас разрывает последствия информации. Я не знаю, как у вас в регионах. Есть же вся наша история сегодня состоит из очень больших, ну, вот когда-то Анатолий Васильевич с поляками написал, он председатель книгу «Белые пятна, черные пятна». У нас наши истории, вы же до тех пор преподаете каждый месяц, каждый год. Это образование, русское государство. У нас вчера было встречи, 20 лет подводили итоги российского норбежного сотрудничества. И товарища Рюрик, и вообще викинги, норманны, это и русское государство, это английское государство. Но у нас до сих пор согласия нет даже между нами. Это Александр Невский, это святой человек, это естественно национальный отдых, но это тоже проблема, меры и ответственности. Уже прошло столько лет, чтобы показать, что реально было позитивного, что негативного. И так вся наша русская история наполнена, но не только русская, но и всеобщая история. Поэтому это сложный вопрос, но это учитель. От вас зависит, какого ребенка или взрослого человека вы воспитаете. Евгений Александрович, я устал разговаривать с Министерством. Это Андрей Александрович, вы бы здесь не обвинялись форсом, я сто раз говорил, я писал, что надо сделать этот шаг и надо покончить с этим концентрическим подходом, понимаете? Но никто это не решил, Министерство это сделать. Но это же совершенно очевидные вещи. Это, конечно, надо менять сенсорбзуру и так далее, но это бессмысленно повторять два раза одно и то же. Понимаете, что? Это ведь мы себя обманываем, когда говорим, что мы пишем углубленные вещи. Но зачем это? Тем более школа очень изменилась, ведь ведь стандарт для старшей школы. Вот предложенный нами курс Россия в Верене, он же был, я вижу его огрехи и недостатки, но это же была попытка уйти от концентрической системы, чтобы все-таки 10-11 класс не повторять то, что было, а сделать это на несколько ином компаративистском материале сравнения нашей истории всеобщества. Поэтому, конечно, Елена Янина, мы очень хотим, чтобы министерство все-таки в этом смысле вместе с учительом, я знаю, вашу позицию, продвигали вот эти вещи и как-то мы шли, и не вы, что-то можно сделать в один день, но мы все-таки шли в этом направлении, потому что это и методологический вопрос. Я бы с вами не согласился, Сергей Александрович, насчет такого негативного восприятия вами термина цивилизации. Ну почему, есть довольно устоявшиеся понятия. Знаете, я сейчас был в Париже и там было открытие выставки французский интеллектуальный Советский Союз. И президент института Франции выступил речью, о котором говорил, что назло так культура матается цивилизацией. Но он говорил о значении культуры. Поэтому это могут быть разные, конечно, у нас это возникло как некая антитеза формационного подхода. Конечно, это имеет свои огрехи, но в общем это, мне кажется, имеет право подсуществования. А вообще перед тем, как говорят слово нашей дорогой нашей коллеги из Уфы, я вам хочу сказать. Вот я сказал про Францию. Там есть эта знаменитая женщина, которая живет в Европе, практически руководитель, постоянный секретарь Французской Академии Наук, когда там написавшую 10 книг про Россию, биографию всех наших людей, вот она выставила докладом насчет духовной вообще жизни Европы и мира, в котором она сказала, что общий кризис духовного гуманитарного знания и образования по всему миру. И она обратилась к нам, там были довольствики, но, к сожалению, войску открывал Медведев, Медведев, он уже уехал, вот она обратилась к таким, я бы сказал, в общем кризису. Россия, она сказала, всегда давала миру некое духовное начало. В 19 веке, она сказала, это был Достоевский, Толстой, прежде всего. В 20 веке, она сказала, это был Пастернак и другие веки. Она говорит, мы бы очень хотели, чтобы вот это духовное, нравственное, коммунитарное начало продолжалось в России, в том числе в системе образования и науки. Я думаю, что это, конечно, такой ориентир, которому мы должны следовать. Я бы очень хотел, Григорий Леонидович, я после съезда напишу бумагу, напишу бумагу нашему президенту, я давно хочу. Вы понимаете, у нас есть шесть приоритетных направлений, это уже существует почти 20 лет. Шесть приоритетов развития науки в России. и там нет коммунитарного оборота. Там есть технологии, там есть энергетика, там нет коммунитарного. Вообще, неплохо бы иметь сейчас целевую государственную, федеральную, целевую программу коммунитарное знание и образование в Российской Федерации. Это и деньги, это и внимание, это и на миссарегионы всех будут обращаться на это внимание. Но это, так сказать, так между делом.